Теперь рабам на такое обращение. Глупые в кавычках сопляки, уж извините за мой фольклор, способные только раболевствовать перед Господом, прося себе хорошей, сытой жизни, совсем не нужны в следующих классах в кавычках золотого пути восхождения души и духа. Ибо не прошли они своего развития в росте на земле, а коптили небо как паразиты, в холостую тратя божественные ресурсы, выделенные им для жизненных подвигов, созидания и творчества. Естественно, хочется добавить в любви. Но для таких ленивых несмышленышей и требуются те, о коих прекрасно писал Геоте. Но давайте обратимся к классику. Однако специальный атрибут у вас обычно явствует из кличек. Мушиный, то есть царь-мух, да? Мушиный царь, обманщик, враг, обидчик. Смотря как каждого из вас зовут, ты кто? Мефистофель отвечает. Часть силы той, что без числа творит добро, всему желая зла. Это отрывочек из Фауста Геоте в переводе Пастернака. Ну так зачем же в мире нужны черти? Для человеков, живущих по совести в ладу с природой, ведущих через любовь, божественные задумки и понимая природу мира и мира в себе, пекельные ребята не страшны. Им чертенята обязаны подметать хвостом в кавычках путь к заданной свыше цели, о которой мы говорили ранее, чтобы человек мог использовать свои тренажеры. Однако если человек теряет путь, если пустился в саморазрушение или заленился, то пекельники обязаны взбодрить вот этого самого игрока с применением рогов, вилл и других подручных средств, проявляющихся жизненными обстоятельствами. Зачем в мире нужны эти самые пекельники? Давайте еще уточним. Самое интересное, что большинство жизненных проблем человек создает себе самостоятельно, отказываясь быть человеком, хозяином своей судьбы, хозяином своего тела, хозяином своей жизни. Как в поговорке, дурак героически решает те проблемы, которые сам себе и создал. Пекельники и помощники, и будильники, и слуги, и двигатели, и проверяющие, и надзиратели, и экзаменаторы, и в конечном итоге утилизаторы. Так что, как в поговорке, нечего на черта пенять, коли сам дурак. Получается незаменимый в нашем хозяйстве. Ребята, вот все прекрасно они выполняют. Они как биороботы, действующие по определенной программе, не могут сделать то, что не заложено в программе. И обязательно, хотите вы это не хотите, выполнят то, что в этой самой божественной программе, заложенной в них, должно произойти. И поэтому с ними невозможно договориться. Ой, давай я тебе дам взяточку, ты тут мне вот это вот не делай плохого, рогу меня не бодай, я тут вот буду гадости всякие творить, а ты не обращай на это внимания. Давай я там тебе душу продам, это тоже невозможно. Все это выдумки, опять же, из комиксов. Если человек способен двигаться к цели высшей и движется по этому пути, то никаких преград на его пути, кроме тренажеров, не должно быть. Поэтому вот эти черти, они раздвигают лишние преграды, оставляют только те тренажеры, которые по силе, которые есть в этом перечне тренажеров и которые есть по расписанию. Вот все, вот эти тренажеры остаются. Человек взрослеет, человек становится сильнее, как и физически, так и ментально, умственно, так и духовно и душевно развивается. Вот черти в этом случае, а и услуги. Если человек кое-как делает, ну тогда какие-то появляются колючки, на которые ты наступаешь и, ой, наступил, что-то тут взбодрился, или рогом тебе вбок, либо вилами взад, либо там еще чем, хвостом там хлыстнет. Ну какие-то жизненные обстоятельства создаются. Если ты прилег отдохнуть, то какое-то время дают тебе полежать. Но если ты уже начинаешь лениться, то в этом случае тебя начинают пинать, копытца у них очень острые. Если же ты пошел в другую сторону, то помимо колючек или чего-то еще, создаются серьезные проблемы. Затрещины летают, снег в башка летит, что угодно. И чем дальше ты прорываешься в сторону, от своей дороги, своего пути, например, там позарившись на какой-то другой, чужой путь, то тем больше шишек ты в сторону прилетает. Вот у другого все нормально, он по своему пути идет. Ты ему завидуешь, пытаешься на его путь встать, а колючек-то у тебя не те. Сандальт-то у него подходит для этого пути, а у тебя нет, обжигаешься. У него-то есть защита между веток проскочить, а у тебя нет, ты обдираешься. Ну и в конечном итоге он перепрыгнет через речку, а ты не перепрыгнешь. А речка-то с кисейными берегами, то есть зыбкими. Да и еще Калин мост по нему не пройдешь просто так. Специальная ульфа нужна и знания. Да еще и пекельная речка-то. Если уж утонул, так утонул. Вот так-то, ребятушки. Поэтому, на мой взгляд, здесь еще очень просто. Дьявол одновременно является и противником, и слугой. Противником для того, чтобы ставить кого-то на путь истинный, испытывать, проверять. А слугой, потому что все эти задания он получил свыше. Ну а у русов, конечно же, есть, славяно-русов, есть свои представления о добре и зле. Но они не столь примитивны, как это нам в последнее время вкладывали в голову. Продолжение ролика смотрите и слушайте на Бусти. Туб. Слэш. Славрадио. Туб. Слэш. Славрадио. Туб. Слэш. Славрадио. Продолжение следует...